Агапы Рождественские и пасхальные поздравления детей Организации праздника День защиты детей Проект Фотек Фотоистория ребенка Наши ресурсы Уроки для дошкольников Солнышко Уроки жизни 1-9 класс Уроки для молодежи о главном Разработки клубных встреч Программы для лагерей Материалы размещены на сайте Дорогие друзья, братья и сестры Очень много есть разных христианских приветствий у нас И уже много мы слышали Меня зовут Сергей Нестерук Я служитель миссии Агапы И наша миссия, она занимается служением в интернатах Это уроки христианской этики И мы доносим Слово Божие детям, сиротам И позже расскажем об этом Но у нас есть очень хороший девиз нашей миссии И мы не говорим добрый день Или здравствуйте Или еще как-то Когда мы приходим в интернат Мы говорим Бог благ И все отвечают все время И мы говорим и все время И все говорят Бог благ Давайте мы попробуем Я скажу Бог благ Вы скажете все время И наоборот Бог благ Все время И все время Бог благ Слава Богу И это большая истина И это нужно просто верить И запомнить себе Как-то богатый человек Юноша подбежал ко Христу И говорит Учитель благ Благой Добрый А он остановил и говорит Один Бог добр Меня так даже не называй Это Такое качество только самого Бога Потому что он добр Он благ все время Я хотел бы сначала начать Две мысли Кратко две мысли И Слово Божьего И первое это Яков 1.27 Чистое и непорочное благочестие Пред Богом и Отцом Есть то Чтобы презирать сирот и вдов В их скорбях И хранить себя неоскровенным От мира Очень много людей Чтобы посещать туда Чтобы когда слышат слово Сирота Что-то о бедных людях О вдовах Они понимают Что нужно что-то жертвовать Нужно что-то давать Нужно И многие Не начинают это делать Потому что переживают Что у них самих Мало чего-то есть Но когда мы читаем Это послание Апостолиака говорит Что самое важное Туда идти И посмотреть на их Нескорби Знаете Когда мы посещаем И есть очень много людей Которые сегодня говорят Что это не надо делать И поверьте Что мы Служители И вся миссия Агапы За то Чтобы дети были в семьях Чтобы их разобрали Усыновили Чтобы они были В наших церквях И вырастали И познавали Господа Потому что мы верим Что это Это дает плод в жизни Но пока они там Туда нужно идти И даже то Что мы делаем Мы их подготавливаем Даже к христианским Семьям Которые их Будут усыновлять Но когда мы идем туда Мы понимаем Что там есть много скорбей Там есть много горя Там есть одиночество Есть печаль И когда взрослые люди В основном молодежь Когда идет туда Когда мы общаемся с руководством Мне говорят то Что очень важно Чтобы приходили Даже молодые люди Дети по-особому Хотят дружить С этими ребятами Молодыми Верующими Которые ведут Такой правильный образ жизни И они сами удивляются Но очень важно то Чтобы на эту такую часть Обратить внимание Когда мы идем туда На ихни скорби На то На ихни нужды Такие Которые есть в сердце Которые есть невидимые Это первое И второе Я хотел бы обратить внимание На то Что написано так Бытие 4.6 И сказал Господь Бог Каину Почему ты огорчился И от чего поникло лицо твое Если делаешь доброе То не поднимаешь ли лица А если не делаешь доброго То у дверей грех лежит Он влечет тебя к себе Но ты господствуй над ним Знаете что очень часто Люди успокаивают себя тем Что слушают Соломона Слушают Давида Который сказал так Что Бог не смотрит на лицо человека Он смотрит на сердце Это правда Бог обращает внимание На сердце человека Какое оно И Христос сказал Только чистое сердце Сможет увидеть Бога Мы должны берегти свое сердце Но На первого рожденного человека Каина Мы помним Адама и Еву Бог створил То Бог обратил внимание На его лицо И он говорит От чего оно поникло Вы знаете Часто так бывает Когда ты идешь Мы можем много людей Увидеть таких печальных Таких какими-то Тягостные Такие-такие Ну что-то такие Серые будни у них И все такое Какой-то негатив в жизни И это все Отображается на их лице И вот Бог смотрит на Каина И говорит От чего поникло лицо твое И дает два варианта Если делаешь доброе То что делается с лицом Оно подымается Плечи выравниваются Как-то знаете Хочется жить Хочется всем рассказать О том Что ты сделал Хочется как-то Чтобы тебя кто-то Даже увидел Подчеркнул Даже преподнес Или похвалил тебя И поблагодарил Но это такое По-природному У нас получается Бог видит его И говорит Если делаешь доброе Но есть друзья Другая сторона Какую Бог увидел В Каина Он не сказал Ничего плохого О нем И вы знаете Многие себя Утешили Успокоили сегодня тем Что ничего плохого Они не делают И друзья Так случается Что многие Вот я служитель молодежной И многие молодежи Думают сегодня Что даже в церковь Ходить не надо Уже Бог в сердце Успокоился И все хорошо Но то что ты Ничего плохого Не делаешь Это еще ничего Ну как бы Со стороны взгляда Бога Это ничего еще хорошего Бог говорит Если ты не делаешь доброе Есть одна маленькая опасность Грех у порога Грех подошел К твоей жизни К твоему сердцу К твоим родственникам К твоим Ну всем О чем ты можешь Сегодня подумать И он говорит Два варианта Или ты Владей над ним Или ты возьми Вверх над этим грехом Делая конечно же Добрые дела Ты можешь победить его Или он Влечет Написано Тебя Тебя к себе Много мы видели Как и молодежь сегодня И подростки И дети Как они Увлечены этим грехом И через интернет И другие средства Какие-то Но Бог говорит То что ты ничего доброго Не делаешь Это еще Ну ничего хорошего нет Яков говорит Яков говорит Тот кто знает Как делать Доброе И не делает Тому уже грех Есть Поэтому мы призываем Сегодня во имя Бога Делать добрые дела Видеть Этих Несчастных Этих Ну кому просто в жизни Мягко говоря Не повезло Ну так случилось И они стали Сиротами Пусть Бог благословит Нас всех Чтобы мы Знали В чем мы можем Сделать каждый день Добро Добро в имя Господа Потому что Только делая Добрые дела В имя Бога Мы можем Перемогать Можем побеждать Этот грех Который у порога И Христос говорит Бог говорит Он влечет тебя к себе Но ты бодрствуй Потому что Наша жизнь Это борьба Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»